Это у них как темпл, я так понимаю. Что-то они жгут богам. Запах такой хвойный, как будто они что-то как какие-то хвойные веточки сожгли. Одной рукой вот так. Нам нужна рикша. Мы хотим поехать в соседнюю деревню Баксу. Две рикши. Вот здесь вот мы обедаем иногда, завтракаем иногда и отсюда смотрим вниз. А внизу здесь рикши. У них как бы очередь своя, поэтому их лучше не ловить там на дороге, а занимать тут. Что он говорит? Какой разговорчивый. Вы говорите, я болтаю таксистам, мешаю. Они из-за этого поют. Они вообще разговорчивые. И попеть тоже любят. Смотрите, какой орел, орел, игл, игл. Да, они подлетают с балкона. Очень хорошо их видно. Вот здесь вот басбукинг. Басбукинг, дарлинг, possible there, да? Change money and басбукинг. Да, да, да. By ticket. Здесь много мест, где можно купить билеты на волево, вот на трекинге, на самолеты. В общем, люди вам тут могут помочь и денежки поменять, если есть, конечно, эти денежки, если есть что менять. Мы билеты покупали вот на этой дороге чуть выше с Тамарой из Саши тоже, по-моему, и там покупали. Здесь много таких маленьких контор. Ну, сейчас это, наверное, надолго эта пробка. Хотя понедельник. Понедельник, 25 апреля. Ну, наконец-то. Ну что, лук закончился уже. Что? Не туда мы едем, да? В Аксуне? Через другую дорогу надо в Аксуне ехать. Через верх. Ну, давайте, куда получим-то, туда и проедем. Честно говоря, лично мне все равно. И ребятам немцам тоже все равно. Они говорят, мы сегодня свободны. Просто свободны. Вот и все. Здесь моя художница Тэн Джин. Сейчас ее там нету, в лавочке. Моя учительница по рисованию мандал. И вот они пока перекрыли дорогу. В общем, здесь или одна линия едет, или другая. Полицейские тут пока регулируют. Так вкусно пахнет с соснами. Весенняя долина. Ну вот, приехали. Меньше двух километров. Сколько? Не знаю. Семьдесят. Меньше двух километров. И perduся. Везде получим. Карai. Капалка. Капальке. Капальку. Капальке. Вот и все они продают джинсы. Ты видела в Харидваре? Да. Ты, говорит, видела в Харидваре 100 рупий джинсы. Да. Говорит, продают джинсы. Махиндра. Кто-то там написал в комментариях? Вот Саши намекал, намекал, он хотел джинсы за 100 рупий, а вы ему не купили. Не хотел он джинсы, он вообще джинсы не носит. Однажды случайно купил, потом подарил какому-то индийскому мальчонке. Он накупил очень хорошие вельветовые брюки, турецкие, в Санкт-Петербурге. У него пары четыре. Хорошие, дорогие, даже не по 100 рупий уж, конечно. Вот. Вот их он любит. Черные, хаки, бежевые, песочные. Может, даже пять пар у него таких хороших брюк. А джинсы, я его ни разу не видела в джинсах. Просто в обычных синих, вот в таких вот джинсах. На день рождения у нас с ним одинаковые желания, только путешествия. Поездки куда-нибудь хоть маленькие. Это по ксу. Небольшая тоже такая деревня. И здесь это хвойные. Какие-то хвойные, да, по-моему? Или это лиственницы? Ну, пока мы ехали, в общем, пахло... Пахло хвоей. Пахло хвоей. Пахло хвоей. О, какие! Тут есть бассейн и храм. Такой толстый ствол и старый покосившийся домик, сложенный из вот таких вот кусочков камня. Здесь очень много крыши кроют такими кусками камней, складывают стены. Такая гималайская кладка. Такая гималайская кладка. Такая гималайская кладка. Такая гималайская кладка. Так называемые любящие глаза, которые смотрят за нами. Такая гималайская кладка. Саша говорит, я вам сейчас покажу, как он выглядит. Он тут почти пересохший. Лучше говорит, вот здесь сесть. Вид хороший и посмотреть на эту дорогу, на водопадик. Да. 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 Такая гималайская кладка. Да. Да. Такая гималайская кладка. Какая гималайская кладка. Найс! Очень красивая! Такая гималайская капуста. Вот есть весь водопад. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok